Когда мне было где-то 4 года, мои родители завели дома двух попугайчиков. И когда в следующий раз к нам пришел мой дядя, а он такой человечек на приколе, он, естественно, научил их говорить слово жопа. И в 4 года я не знал, что такое жопа, как и не знал, что попугаи умеют разговаривать. Я проснулся ночью от того, что кто-то хриплым голосом из темноты говорит слово ЖОПА, 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 ЖОПА. Какая у меня была истерика. Это был первый раз, когда у меня от страха онемело все, я не мог даже двинуться. Я очень долго лежал и думал, что такое жопа, это может какой-то демон. Я хотел побежать к маме, но звуки были как раз из коридора, поэтому я с закрытыми глазами просто пошел на пролом. Я уронил тумбочку, на которой стояла клетка, попугаи взбесились, начали орать просто ЖОП, 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 ЖОПА, ЖОПА. Я уже сквозь слезы ничего не видел, просто боже, мама, говорю, мама, проснись, жопа идет. Я по школе занималась вокалом. Было выступление, и со мной выступала девочка. Когда она вышла на сцену, она забыла слова. Причем она забыла слова в середине. Она начала ныть. Судьи, естественно, ее пожалели. Нам было лет по 11. Начинает петь заново, офигенно спела, все аплодировали, и она заняла первое место. А че так можно было? Ну то есть подожди! Я могла не нервничать, не сильно репетировать, не сильно учить. Я могла просто, просто забыть слова, не выступить. Она такая, я выступлю еще раз. И они такие, браво, первое место. Че так можно было? Блин! Я теперь спать не буду из этой информации. Я как-то заболела и не появлялась в школе целую неделю. На этот промежуток времени у меня одноклассницы начали друг друга называть папа, мама, сын, дочь. И одноклассницей появился парень. Причем это был парень с 11 класса, которого я не знаю. Он появился в тот период времени, когда я болела. Учительницу по биологии просто заменили. После под конец, когда я собиралась выходить, все такие, итак, на карантин. Супер! Про то, что когда я появляюсь в школе, такого не происходит. В тот период времени, когда меня не бывает, пожалуйста. Знаете, как понять то, что ты старый? Это когда ты после того, как чихнул, у тебя заболело сердце. Я только недавно узнала, что при чихании все функции организма останавливаются. Даже сердце. Ну я все понимаю. Дыхание, тыры-пыры. Они все такие, стоп, чих, проходи. Но сердце. Ты должно там бум-бум делать. Я сейчас умру вообще-то. А сердце такое. Какой бум-бум? Какой вы меня извини? То есть аллергики это инсультники? Чего? То есть если ты аллергику подсунешь под нос, что-то на что у него аллергия, на него можно накатать статью. Я в шоке. Я вообще в шоке. В диком шоке. Извиняюсь, был естественный процесс организма. Я вообще в шоке. Сердце, из-за которого я могу сдохнуть, я чихаю, и оно такое, моя остановочка. Извиняюсь. У нас в школе, я помню, училась одна девочка, к нам в пятом классе, забежала в класс мышка. Мы, естественно, пацанами накинулись ее прибить, а она подбежала, взяла ее в ручку, говорит, не убивайте ее, она же живая, я лучше ее к Горынычу отнесу. Она такие, чего? К какому Горынычу? Что ты несешь, Аленушка? А лебеда какая с башкой переключинилась? Она говорит, у меня дома живет змея, и она питается живыми мышками. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, в этот момент мышка сквозь кулачок. Ребята, а я ж правильно понимаю, змея, это ж змея, а? Не убивайте ее, она же живая, это сарказм. Мне кажется, знаете, эта девочка вот заходила в зоомагазин с фразой, здрасте, у вас есть хомячки? Какие? Гранд 300. Гранд 300. И реально, чтобы прокормить живую змею, нужно раз в неделю кормить ее живой мышью. В идеале, цитата на этих сайтах, организовать возле террариума мышиную ферму. Представляете, какая это дичь вообще? Представляете, что, мой хороший, проголодался, ну погоди, погоди. Так, и сегодня нашу телестройку покидает Винцеслав. У нас в городе был врач-хирург. Лечил хорошо, но чтобы бесплатно, никогда. И все об этом знали, всегда носили ему деньги и подачки. Работал он по принципу «деньги вперед». А если денег не было, ему было глубоко плевать на страдания больного и его семьи. Как-то поздно вечером к ним в отделение спешно привезли молодую пару, разбившуюся на машине. Девушка была мертва, а парень еле дышал, требовалась срочная операция. Свободных хирургов в тот момент не было. Поэтому медсестра побежала к вышеупомянутому хирургу в кабинет и стала упрашивать его прооперировать парня как можно скорее, пока еще можно спасти. Хирург, оторвавшись от чтения каких-то документов, поднял на медсестру глаза. Родственники приехали? Какие родственники? Разбились же только. Непонятно кто и что. Скорее доктор, он еще дышит. Вот как приедут, тогда и посмотрю. Он снова уткнулся в документы. Парень продержался недолго и умер. Хирург пошел домой. А утром он стоял в морге возле вчерашнего трупа. Трупа его родного сына, которого можно было бы спасти, если бы не алчность отца. Парень продержался недолго и умер.